Привет друзья! Сегодня мы поговорим о померанском медвежьем шпице. Эти дружелюбные создания по виду напоминают плюшевую игрушку. Померанец медвежьего типа результат долгой кропотливой работы селекционеров. Рост 18-22 см, вес не более 3,5 кг, живет 14-15 лет. В начале 20 века миниатюрная собачка из Германии попала в Англию. Здешние селекционеры довели работу померанских специалистов до логического завершения, получив характеристики известные сегодня. Немецкие померанские шпицы бывают двух видов. Одни похожи на хитрющих рыжих лисят, другие напоминают забавных медвежат. И те, и другие выглядят очень прелестно, но у каждого человека свои вкусы. Как отличить щенка карлика шпица мишку от лисички? Во-первых, медвежата и лисята это единая порода, просто внешний вид особи различается визуально. Медвежата и лисята могут появиться в одном помете. Хотя их внешность и зависит от родителей, этот критерий не является абсолютным. Отличить шпица медвежьего типа от лисьего можно по следующим характеристикам. У мишек пушистые круглые щеки, короткая мордочка, чуть курносый нос, близко посаженные глаза, в кончике треугольных ушей слегка загнуты внутрь. Мишки толще лисят, они имеют квадратные формы. У лисьего типа морда вытянута сильнее, и щечки не такие пушистые. Визуально различить представителей породы этих двух типов можно только, когда щенкам исполнится 4 месяца. Обращаю ваше внимание, что профессиональные заводчики вообще не разделяют эти два типа шпицов. Это скорее народная придумка разделить померанцев на медвежат и лисят. За счет богатого подшерстка каждый волосок на теле померанца стоит перпендикулярно коже. Самая длинная шерсть на воротнике и задних лапках. Повышенной пушистостью отличается прямой короткий хвостик, который лежит на спине. Шерсть померанского мишки не должна быть кучерявой или волнистой. Она может быть только прямой. На спине не должно быть пробора. Померанский шпиц медвежьего типа энергичен и дружелюбен. Это преданные хозяину собачки. Пес в случае опасности не прячется, а торопится защитить своего лучшего друга. Мишки жизнерадостны и деятельны. Они любят играть и нуждаются во внимании хозяина. Померанцы склонны много лаять. Так они проявляют свои охранные качества. Кроме того, шпицы могут броситься на других животных и даже на людей, почуяв в них угрозу. Вот почему воспитанию померанского мишки следует уделять должное внимание. Шпиц понятлив, но все же нуждается в постоянной дрессировке, так как без нее он станет непослушным, вредным и агрессивным. Важная и самая хлопотная часть – это уход за шерстью шпица. Часто в оккупании питомец не требует, а вот чесать пушистого друга придется ежедневно. Представителю шоу-класса, участвующему в выставках, и вовсе требуется периодическое посещение грумера-профессионалов. А на этом я выпуск заканчиваю. Спасибо тем, кто досмотрел его до конца. До новых встреч на канале Черный Кот. Субтитры сделал DimaTorzok